Субтитры делал DimaTorzok Сильные люди История про Елену Харитонову. Травма при рождении повредила суставы. Теперь женщине сложно ходить. Она терпела насмешки ровесников и неприятия окружающих, но добилась всего, чего хотела. Елена – призер соревнований по авторали и чемпионата по плаванию Хабаровского края. У нее есть работа и любимое хобби. Но чтобы этого достичь, пришлось пройти длинный путь. Для любой женщины это важно. Неважно, это инвалид или нет. Или даже, как моя бабушка говорила, в любом возрасте женщина должна выглядеть хорошо. В любом. Ей было 93 года, и она за собой ухаживала. И хорошо выглядела. Мы, наоборот, должны в 300 раз лучше стараться выглядеть. Общество, конечно, любит сильных, наверное, да? Сильных, смелых и здоровых. Но пусть мы будем не совсем здоровые, но мы будем сильные и успешные. И смелые. У меня было 16 операций в детстве. Мама меня всю жизнь свою посвятила моим ногам. Давай травма получилась. Больные суставы и дозабедренные, и коленные, и голеностопные. То есть все вместе. Но оно, конечно же, из-за этой походки получается нарушение и позвоночник. Ты не можешь себе позволить пойти пешком погулять далеко, во всяком случае. Ты не можешь где-то, где лестница есть, да, и нет перил. Я уже тоже обхожу это место стороной. То есть, конечно, в плане передвижения, конечно, уже и образ жизни твой складывается. Я люблю заниматься усидчивыми увлечениями. Вязать. Меня бабушка как научила, вот еще рано. Я очень любила вязать, шить. Но когда этот шедевр будет готов, еще не знаю прям даже. Потому что очень сложный рисунок я выбрала. Ну, красивая, да, так получается. Кофта такая, видите, как красиво будет, да? Конечно, самый, наверное, тяжелый период – это подростковый. Потому что 7, 8, 9 лет – это было нормально. У меня и дружеские отношения были со своими средствниками. Хорошо, я даже человек как лидер была. Вот порой это самое играли мы, когда. А вот когда уже подростковый период начался, да, конечно, здесь и дети становятся немножко более жестокие. Обидно было, но я всегда за себя, конечно, боролась, дралась. Если меня обозвал мальчишка, я подошла, ему по башке учебником дала. Ну, обозвал меня там, ну, как меня можно назвать, когда-то хромая, как хромоножка там всякая разная. Почему я такая, почему именно со мной такое, да? Все, наверное, задают себе вопрос такой, кто люди с какими-то недостатками. Почему именно со мной такое случилось? Кто-то рядом идет, ему легко и хорошо. А вот тебе и трудности, и тяжело, мало того, физически, так еще и люди же очень жестокие вокруг, не только подростки. Ну, наверное, урок мне дан для чего-то, для другого, чтобы для более духовного роста, скорее всего, я так думаю. Люди, те, которые физически немножко есть какое-то несовершенство, мы гораздо более сильнее, потому что нам приходится преодолевать и физические барьеры, и моральные. И в душе, чтобы, знаете, не упасть духом, себя порой берешь, как говорится, в кулак, всю волю свою, и идешь вперед. Вот, больно тебе, не больно, как на тебя смотрят, если тебе надо идти, то ты идешь. Два у меня, да, образования технологические, колледж я заканчивала, и Институт внешнеэкономической связи, экономики и права, Санкт-Петербургский, я тоже заочно потом и заканчивала. С работой вот очень тяжело было, потому что на работу работодатель не хочет брать инвалида, может быть, по внешним признакам каким-то, может быть, думает, что как бы мы не очень умные, не очень, как бы нам, что можно доверить инвалиду, да. У меня подружка устроила центр, творческий центр «Тайные ремесла», если знаете, я вот там работала 15 лет. Ну, вот ушла оттуда я, потому что меня тоже, опять же, подружка переманила в магазин зав. отделом. То есть я когда закончила институт, мне хотелось немножко карьерного роста, и я работала в магазине долгое время, пока не продал магазин начальник, и потом я осталась без работы. Вот, и потом уже начала я сама поиски своей работы. Очень много было отказов у меня, даже через центр занятости я у них стояла на учёте. Как-то предложили работу, направление дали банк. Я по телефону созвонилась, сказала, что очень вы живой человек, так разговариваете хорошо, всё грамотно, приезжайте на собеседовании. Вечером, допустим, да, вот мы созванивались, и утром я приезжаю в 10 утра, и она видит, как я иду, то есть моя походка как бы не очень совершенная. Она видит, что человек-инвалид пришёл устраиваться на работу. И она сразу, я по лицу вижу, что человек прям испугался. И мне, значит, такая говорит, а, ну вы устраиваться на работу, да, к нам. Вы знаете, вот мы взяли вот уже на это место. Нужно быть не лучше всех стараться, а лучше быть, чем ты был вчера. Потихонечку, потихонечку идти вперёд, вперёд подниматься наверх, и никогда не опускать руки. И будет успех, в первую очередь, в душе своей, ты будешь доволен сам собой. И тогда и люди будут более довольны тобой тоже. 25 лет в этом году было ровно как я уже за рулём. Никто не верил, что я смогу ездить за рулём. Даже бабушка моя, которая меня как бы верила и всё, меня во всём поддерживала. Ты что? То есть как бы никто не верил, что я смогу ездить на машине. Вот за два года я накопила целенаправленно, с каждой зарплаты. Я покупала доллары, по 6 рублей, когда были доллары. И вот я накопила. И первая машина у меня была Toyota Corona. Это просто мои ноги. И открытый мир, окно, так сказать, в мир. Я могу себе позволить всё, что может, как говорится, куда нужно, куда поеду сама, никого не прося, никого помощи никакой там не просить. У меня, видите, даже знака, кстати, нет, что инвалид за рулём. Потому что так иной раз хочется. Устаёшь ты от того, что тебя постоянно там тыкают, мыкают, постоянно на тебя вот смотрят вот такими глазами. Хочется просто быть человеком, обыкновенным человеком. Пусть я не красавица, не красавица, не важно. Мне хочется быть таким, такой, как все. Моя машина помогает не только мне, но и позволяет мне помогать людям, кому труднее, чем мне. Я всегда себе говорю, что когда мне трудно, что есть людям, кому тяжелее, чем мне, им нужно помочь. И в первую волну пандемии я помогала развозить продуктовые наборы волонтёрам. Когда помогаешь людям, это же, мне кажется, сам даже у тебя прям какая-то волна благодати какой-то на тебя прям опускается. Вот это вот честное слово. Долго я искала работу, долго не могла найти. И через центр занятости ходила долго по собеседованиям. Ну, вот предложили мне вот эту работу, и я согласилась. Уже работаю здесь вот 4 года. Я работаю документоведом. Обрабатываю счета фактуры, подготавливаю их для хранения в архиве. Сейчас я довольна своей жизнью, хотя я считаю, что нет предела совершенства. Стремиться я буду ещё и ещё становиться и лучше, и духовнее. Есть успешная работа, есть тебе куда идти. Вот я очень рада, что у меня вот так сложилось, что я езжу на машине, что я очень благодарю Бога каждый день, что когда у меня успех такой пришёл, что я сдала на права. Очень довольна, благодарна судьбе своей, что вот у меня получается что-то делать, что-то делать хорошее для людей. Помогать слабым, помогать кому могу помочь. Вот. И я вот довольна, что как-то так всё складывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok